Всем привет! Меня зовут Виктория и сегодня в этом видео я собираюсь с вами пройти экзамен 6 в главе 6 под названием Chapter 6 practice skills assessment. Что важно знать, что это не просто уже packet tracer. Для этого экзамена вам нужно установить java и рекомендуется, чтобы packet tracer был последней версией. Рекомендации от меня, чтобы с вами были ваши конпекты. Окей, тогда начинаем. И что нам первое нужно сделать? Это take assessment. У меня это retake, потому что я его уже сдавала. Нажимаем и у вас и у меня выскакивает файл gnlp. Мы его сохраняем. Открываем в загрузках. И открываем. Потом мы его запускаем, то есть нажимаем run. У нас здесь 8 шагов. Вот эта дорожка. И она должна быть заполнена полностью. Все, у нас уже загрузился packet tracer, и поэтому мы нажимаем start assessment. И на этот экзамен у нас есть 2 часа. Но я уверяю, что нам нужно меньше. Все, у нас уже открылся вот этот packet tracer, и у нас есть здесь задание. Задание, к сожалению или же к счастью, только на английском языке. Так вот, лайфхак от меня. Для того, чтобы вот это окошко не уходило на задний план, вы должны нажать на него топ. Стоп. Уверена, что большинство не знали о том. Окей. Мы можем видеть таблицу адресации, разные задания, или же заметки, которые обязательно нужно прочитать. Но сейчас мы приступаем к requirements, то, что от нас нужно, то, что от нас требуется. Требования. Окей. И начнем с первого задания. Determine the values that are missing from the editing table. Определить значения, которые отсутствуют в таблице адресации. Возвращаемся к таблице. И, как вы можете видеть, здесь отсутствуют default getaways, то есть шлист-полмолчание. Шлист-полмолчание – это у нас роутер. Так вот. Посмотрим на топологию. У нас есть две сети. Вот эта и вот эта. Они соединены через роутер. Роутер, вот этот роутер – это и есть шлист-полмолчание. Вот. Поэтому смотрим, что в сети One, где Belge One – коммутатор, здесь есть компьютеры RA-1, RA-2. И мы можем видеть, что адресат здесь начинается с 172. Поэтому шлист-полмолчание у нас также будет начинаться с этих цифр. Вот здесь находится шлист-полмолчание. Соответственно, для этих двух компьютеров шлист-полмолчание будет вот этот. Окей. А для второй сети, соответственно, 192, 168, 5, 1. Вот. Окей. Мы определили. Следующее задание. Configure all devices with missing default gateway values. Настроить все девайсы, которые… С тем, что отсутствует в таблице адресации. Окей. Поэтому начинаем заполнять наши адреса. Нет, то я включила. Окей. Заходим в IP configuration и настроим IP адреса. Это у нас компьютер RA-1. Поэтому мы копируем и копируем IP адрес. И очень важно копировать его правильно. Так как я сейчас… Потому что если его поина… Другим способом скопировать, он копируется неправильно. Subnet у нас определили неправильно, поэтому мы дописываем здесь 255. Окей. И default gateway, как я и уже сказала, это у нас вот этот адрес. Все, вставили, настроили. Следующий компьютер RA-1.2. Нажимаем «IP configuration» и делаем все то же самое, что и с прошлым компьютером. Ну все, мы уже настроили второй компьютер. И в принципе мы сделали все, что и в предыдущем. То есть взяли IP адрес, subnet mask. IP адрес находится вот здесь. И default gateway тут тот же, что и в прошлом компьютере. Потому что это та же сеть. Окей. Продолжаем настраивать. И уже идем в другую сеть. Настраиваем все то же самое, но только с другими адресами. Смотрим, какой это компьютер RA-2-1. И здесь уже IP адреса начинается с 192. Копируем. Копируем правильно. А если копируется неправильно, то лучше прописывать брошу. Окей. Subnet mask здесь определилась правильно. Мы ничего не меняем. И default gateway будет здесь 192.168.5.1. Как я и сказала в начале видео. Вставляем. Супер. Настроили. И снова последний. Заходим в IP configuration. Все. Мы снова все вставили. Это адрес. Вот этот IP. Subnet mask определилась правильно. И default gateway тот же, что и в предыдущем компьютере. 192.168.5.1. Все. Супер настроили. Теперь пойдем к следующему заданию. Requirements. И это name the Belger 1 switch Belger 1. Your configuration must match this value exactly. В общем, начинаем настроить наш коммутатор. Коммутатор Belger 1 switch. Нажимаем Enter. Мы попадаем в режим пользователя. Должны нажать enable, чтобы перейти в режим, привилегированный режим. Потом мы должны попасть в уже режим конфигурации. Поэтому нажимаем configure terminal. Можно писать сокращенно. Это comt. Ок. Команда hostname. Называет сам коммутатор hostname. И называем так же, как и в requirements. Здесь выделено Belger 1. Заметьте, что до этого просто коммутатор называется switch по умолчанию. А после того, как мы ведем эту команду, вы можете видеть, что сменилось на Belger 1. Ок. Сделали. Следующее задание. Secure access to all configuration lines of the Belger 1 switch. То есть настроить линии доступа. И линии доступа у нас здесь две. Это line console. Этот голубенький кабель, который вы используете. И line VTY. VTY это virtual type table. Вот. Сокращено от этого слова. Ок. Начинаем с line console 0. И настраиваем пароли. Это password. Рекомендую password писать Cisco или же class. Ок. Не забываем команду логин, потому что без этой команды password не работает. Настроили. Выходим с line console 0. И заходим в line VTY. Virtual type table. И здесь мы должны поставить знак вопроса, потому что мы не знаем, 0,4 или же 0,15. Нужно посмотреть, сколько их есть. И у нас здесь сказано, что от 1 до 5. Ок. И тогда пишем 15. Мы уже зашли, поэтому пишем password. Настраиваем пароли. И здесь будет пароль такой же Cisco. Логин. Экзит. Все, настроили. Идем к следующему заданию. Secure access to the device configurations of the BLG1 switch using the encrypted password. То есть нужно использовать зашифрованные пароли. Зашифрованные пароли это у нас enable secret password. Или же команда, которая зашифровает все пароли в коммутаторе. Это service password encryption. И начнем с enable secret. И я также пароль в таблице иска. Ок. А теперь пароль service password encryption, который зашифрует все пароли. Следующее задание. Ensure that all plain text passwords on the BLG1 switch are encrypted. То есть здесь мы должны проверить. Зашифровались ли пароль. Это у нас команда, которая находится не в конфигурации, а в привилегированном режиме. Поэтому мы выходим с этого режима и нажимаем шов running config. Так как в этой команде мы сможем увидеть зашифрованные ли пароли. Так, 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 так. Нажимаем enter, 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 чтобы дойти до конца. И мы видим, когда мы настроим линии, что пароли у нас зашифрованы. То есть имеется в виду, что здесь не пишет циска, как мы настроили, а просто обычный текст, который не связан с паролем. Ок. Все сделали. Следующее задание. Configure an appropriate banner on the BLG1 switch. То есть настроить соответствующий баннер. И мы баннер настраиваем в конфигурации, то есть в режиме конфигурации. Заходим в configure terminal. Также вы можете использовать табуляцией. Это сокращено, чтобы не писать полный configure, configuration terminal. Ок. Нажимаем команду banner mode. Снова табуляция. И здесь вы можете в хэштеге использовать для того, чтобы написать какое-то сообщение. Я пишу всегда, что только для людей с авторизацией. Ок. Ок. Следующее задание. Configure add-insync for all devices according to the add-insync table. Most values are provided in the table. Others you must determine. То есть мы уже должны настроить, исходя из таблицы адресации. Это интерфейс. Так как мы сейчас в switch balladger 1, мы видим, что здесь интерфейс vlan 1, поэтому мы его настраиваем. Команда интерфейс vlan 1. Ок. Теперь мы должны использовать команду ip-address. Вы можете в принципе скопировать. И как вставлять? Вы не просто, вы не можете здесь вставить через control или же command 2. Вы должны именно нажать paste, чтобы вставить. Ну и subnet mask, конечно же, не забывайте. Потом мы включаем. Это команда not shut down. Супер. Смотрим на следующее задание. Следующее задание это у нас document interfaces with descriptions on the holding water interfaces and the balladger once which virtual interface. То есть, так как мы сейчас не вышли с этого интерфейса, мы не забываем о команде description. Вот. Description нам нужна для того, чтобы просто сделать какие-то заметки. Мы здесь пишем просто balladger 1, balladger 1, len. Ок. Что мы его настроим. Ок. И поэтому выходим. И по этому заданию это все. Следующее это save your configurations. Save это команда copy running config to startup config или же просто write. Я сейчас в режиме конфигурации я могу сделать do write. Если я бы была в привилегированном режиме, тогда бы я просто писала write. Ок. Супер. Все закончили. Ну и соответственно настраиваем сейчас другие девайсы. Это у нас router. Делаем все то же самое. Заходим в... Сейчас мы в режиме пользователя. Заходим в привилегированный режим. Enable. Потом мы заходим в режим конфигурации. Это configured terminal. Супер. И начинаем с enable secret. То есть начинаем пароли все настраивать. И начинаем с enable secret. Пароли также будут везде в цисках. Ок. Теперь заходим в линии доступа. Это у нас VtPay и console.0. Ой. Неправильно. Нужно быть очень внимательным, чтобы все буквы соответствовали. Не забываем о команде log in через... после password команды. Ок. Все. Теперь настраиваем линию VtY. Это telnet или cch. Мы уже знаем, что должны писать 0.15. Ок. Пароль циска. Log in. Exit. Супер. Теперь мы должны настроить... Теперь мы должны и, конечно же, зашифровать. Это пароль... Это команда service password encryption. И не забывайте пользоваться табуляцией. Это очень удобно. Супер. Чтобы проверить, мы можем выйти с режима конфигурации. И использовать команду show runningconfig, как в прошлом раз. Всегда вниз. И вы можете видеть, что пароль зашифрован. То есть пароль отображается через обычный текст. Ок. Следующее это интерфейсы. И в интерфейсах важно делать description, то есть заметки. Интерфейс. А, для того, чтобы вы видите, какой интерфейс, мы должны возвращаться в таблицу адресации. И мы видим, что здесь не один интерфейс, а два. Это gigabit 0.0 и gigabit ethernet 0.1. Ок. Я неправильно что-то нажала. Снова здравствуйте. Если мы нажимаем какую-то не такую букву, или вы ошиблись, и у вас сейчас происходит то, что у меня, то есть идет какая-то загрузка, проверка, вы нажимаете просто Ctrl-Shift-6, и у вас останавливается. Лайфхак. Ок. А мы возвращаемся, и мы настраивали интерфейс console 0. Но мы не настраивали console, мы настраивали gigabit ethernet. Снова не там, я не в том режиме. Захожу в конфигуру тайминга. Теперь я могу вводить команду интерфейс. Команда IP-адрес. Табуляция. Попробуем скопировать. И вставляем. И не забываем, конечно же, после IP-адреса указывать subnet mask, маску под сети. Потом включаем этот интерфейс, командой no should do. Выходим. Первый интерфейс уже настроен, а теперь второй. Копируем. И вставляем через кнопку paste. Все, команда no should do, не забываем. Но мы забыли description, поэтому возвращаемся к каждой интерфейс. description, если экономить время, вы можете сразу указывать после no should do command. Ну, так как я этого не сделала, пишу сейчас description. Выходим. Все. Мы уже настроили интерфейсы. Что еще нужно сделать? Конечно же, IP-дефолт-гетавей. Нет, IP-дефолт-гетавей в коммутаторе, в маршрутизаторе. Все, что нам осталось сделать, это только сохранить настройку. Поэтому мы делаем do right. Сделали. Окей, тогда мы возвращаемся в наш коммутатор. И нам нужно ввести все пароли. Enable. И видите, как удобно. Я настроила везде Cisco и сейчас я знаю. Окей, тогда заходим в режим конфигурации, так как мы забыли настроить IP-дефолт-гетавей. Смотрим на таблицу адресации. И IP-дефолт-гетавей в сети сверху, в LG-1, будет начинаться в 172. То есть это вот этот адрес. Мы его копируем. И вставляем. Все. Уже теперь точно все. Теперь продолжим. Что у нас еще требуется. Мы уже сохранили всю конфигурацию, всю настройку, поэтому приступаем к следующему заданию. Это verify connectivity between all devices. All devices should be able to ping all of the other devices. То есть мы должны пропинговать. Для того, чтобы это сделать, мы должны заходить в command prompt. И нужна нам сейчас таблица адресации. Окей. Тогда пинкуем. И так как мы сейчас находимся в сети 172, но в которой адреса начинаются с этих цифр, мы пинкуем вот эти адреса. Компьютеры с прошлых. С другой сети. Пока что скопируем в следующий адрес. Если все мы настроили хорошо, тогда должна пропинговать. И мы увидим, что пропинговалось. И через ctrl-v, вот в command prompt, мы не можем ставить, только через paste. Окей. Мы видим, что тоже все хорошо, но только мы где-то потерялся один пакет. Но так может быть. Окей. Теперь заходим в другую сеть. И делаем все то же самое, но пинкуем следующие компьютеры. По идее, все должно сейчас быть хорошо. Ну да. Все хорошо. Окей. И последний компьютер. И последний компьютер. Супер. Все хорошо. То есть у нас все работает. Все настроили мы правильно. И теперь остался только последний пункт. Это troubleshoot any connected problems. То есть решить проблему, если они есть. Окей. Проблемы у нас могут быть только с bulget2, так как мы его не настраивали. А он был изначально уже настроен. Поэтому нам нужно заходить в привилегированный режим и смотреть команду show running config. Чтобы посмотреть, все ли соответственно таблицы адресаций. Так, смотрим. Всегда нажимаем enter, чтобы спуститься вниз. Все, мы дошли до интерфейсов. Мы видим, что пароля здесь нету, значит, что ей не нужно. Окей. Но интерфейс у нас именно он. Нам нужен он. И смотрим, все ли правильно. 192, 168, 51, 252. Проверяем. Это у нас было G2. 192, 168, 5, 252. Все почти правильно, но здесь 51, а здесь 5. То есть есть ошибка. И проверяем еще subden mask. 255, 255, 255, 248. А у нас здесь в конце 0. То есть также есть проблемы. Поэтому мы должны перенастроить. Соответственно, заходим в configure terminal, режим конфигурации, чтобы настроить этот switch, этот коммутатор. И пишем интерфейс, интерфейс, интерфейс VLAN1. И перенастраиваем IP адрес. Что бы точно не было ошибок, мы просто копируем. И маска под сети. 255.255.255.0 Выходим и не забываем сохранить. Все. Вот теперь точно все. И не стоит спешить. Здесь вы не просто сохраняете, а вы должны заходить на платформу Netacad. И здесь вы должны нажать Submin Assessment. То есть это посредине кнопочки. Нажимаем. И сейчас мы посмотрим на нашу оценку. Все. Мы видим, что мы сделали все на 100%. Я думаю, что вы сделали тоже все на 100%. Не забывайте делать все по очереди. И все. Пока что это все. Пока-пока. Продолжение следует.